Они будут наоборот проповедниками, они будут говорить, у нас новое Евангелие есть, они будут знать Слово Божье, они на самом высоком уровне проведут, я как говорил, в Ватикане какую-то конференцию, и скажут, вам надо вот концепции, фундаментальные концепции вашей веры пересмотреть, с новых реалий таких. Ну а то, что вы сказали, Отец Алексеевич, значит, что конференция Ватикане была уже какая-то? Да, была, была, и что на целые 2 часа просто не разговаривали, что они есть, или нет, как с этим поступать, как это принимать. Как писать факт существования? А то, что это было в Ватикане, это не то, что странно, а еще там много чего было, можно там, седроты. Да, рекомендую посмотреть, ссылку к описанию. Так что, как важно знать Писание, знать Слово Божье, мы проповедуем Христа Распятого, потому что много религий, говорящих, був Иисус Христос хороший парень, святый, но он никогда не умирал, не на христе, не на христе, не на христе. Не на христе, 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 не на христе. Мы проповедуем Христа Распятого. Так что важно, чтобы вы понимали, что эта прослойка этой толерантности, она очень тоненькая. Вы знаете, что в некоторых странах просто христиан убивают, просто убивают, а в некоторых странах просто забороняют проповедовать Евангелие. Даже в некоторых недалеких странах. Не про это. Я не про политику сейчас. Я просто хотел, что это можно. Конечно, да. А еще, извиняюсь, перед тем, как будете читать Слово Божье, вопрос тоже, я так понял, к Максиму, наверное. Богдан Садовой пишет, а как будет дело с клонами вообще? То есть это тоже что-то? Ну клоны, в принципе, смотрите, можно понимать инопланетян тоже как клоны. То есть, что такое клон, а что такое человек. Принципиальное отличие человека от других живых существ, это наличие духа. Ну да. То есть, если сделать клон, то вполне возможно можно сделать какого-то существо, которое будет обладать интеллектом. То есть, животное с большим интеллектом, но оно лишено вот этого. Биоробот. Биоробот. Фактически, вот эти вот инопланетяны, которые прилетают, это и есть биороботы. То есть, они имеют интеллект довольно-таки, наверное, даже повыше, чем у большинства людей. Но, тем не менее, они лишены вот этого божественного начала, творческого начала. И они как будто, как роботы туда прилетают, и им интересен человек. Почему они над ними делают эти все эксперименты? Потому что человек им интересен как тот, который имеет творческое начало и природу Божью. Да. Для ангелов мы являемся объектами пристального внимания. Как для ангелов и отпадших, так и для ангелов святых, которые остались верными Богу. Для верных Богу, ангелов, мы объект внимания, такое пристальное внимание, именно объект восхищения. Потому что для них мы удивительные существа, которые во плоти, которые являемся в этом тварном мире, физическом, в этой реальности. И, с другой стороны, мы блаженство испытываем не видевшие, но уверовав в него. И как образ и подобие Бога. Отображение Бога в этом измерении, будем так говорить, которое мы называем миром, в котором мы живем. Интересно очень. Но для ангелов, отпадших, мы, люди, объект тоже пристального внимания, но совершенно иного. Не восхищение, не удивление, а ненависти, жуткой ненависти. И написано, что дьявол, он человекоубийца от начала. То есть, дьявол и все его бесы, по сути, даже если там и улюлюкают, и хихикают где-то, да. То все равно их цель украсть, убить и погубить. Их цель свести вообще в могилу человеческий род, уничтожить. То есть, хлебом не кормить дьявола, дай убить кого? Человека. Поэтому его цель такая, а Христос пришел, чтобы разрушать дела дьявола. Чтобы мы имели жизнь, жизнь с избытком. И поэтому, да, действительно, если вот как прозвучало здесь по поводу клонов. Думаю, да, действительно, потому что по правдушному именно творить с духом, да, человек, только Бог. Только Бог. Бог, Создатель. Да, отец Алексей, вы тоже что-то? Да, я хотел в это свои пять копеек поставить. Духовный свет знает, что мы знаем, что мы знаем, что мы знаем. Если ангелы и бесы знают, вот мы, написано, в Слове Божьем написано, мы посажены на небесах. Аминь. Иисус Христе на небесах. Духовно мы посажены. И вот, допустим, бесы и все эти ангелы и дьявол под нашими ногами. Аминь. 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 Ну вы помните, как раньше гаишников были? Аминь. И вот молодой гаишник, одел же ему только это, дали только это. И он только палочку, и раз входит, и раз – и эту палочку забрал. И водитель тот катереида видит, что он сомневается, что он боится. Так и духовный свет знает, если мы боимся, он знает, если мы не боимся, тоже духовный свет знает. И ангели трепещут потом, что мы знаем, что мы в позиции влады, что мы имеем право приказывать, ага, стоп, не шаг вперед, прошу во имя Иисуса Христа, с позиции влады. Слава Богу. И для падшего, на самом деле, наверное, самоутверждением самым великим является именно человека, который посажен на небесах, и унизить, оскорбить, унизить. Как писали мемуары 19 века о работорговле. И признавались эти писатели того времени, когда еще работорговля была во многих странах открытой. В новом свете, допустим, Латинская Америка, США тоже. И признавались, что самые страшные рабовладельцы, оказывается, по описаниям, чаще всего это были вчерашние рабы. Самые страшные были рабовладельцы, потому что они даже не такие были богатые, конечно, ну, может быть, да, я представляю себе так. Но когда и они выходили в свободное, и когда становились сами владельцами рабов, то казалось бы, даже наоборот, помогать и наоборот, как бы, сочувствовать. Но как раз именно вот эта категория, вот многие, ну, может, не все, но многие отличались чрезвычайной жестокостью. В концлагерях тоже. Вот чем даже немцы, многим немцам не хотелось даже мараться особенно, знаете ли, значит, выполнять такую грязную работу, допустим, да. Вот, значит, и это действительно в этом что-то есть. И вот и духовная проблема, и дьявол, видимо, вот через вот эту вся возможную эту ересь, да, пытается, как бы, ну, где-то, зная, что его дни сочтены, да, собственно, где-то самоутвердиться, где-то там, вот, и люди на меня теперь, мне поклоняются. Как вот Иисуса, помните, он хотел поймать на этом, да, падше, поклонись мне, говорит, значит, да, представляете, значит, да, вот это да. Но Иисус не прогнулся, он не прогнулся, не под изменчивый мир, что называется, не прогнулся под дьявола, вот, значит, и благодаря тому, что этот мир действительно под Иисуса Христа прогнулся, значит, да, значит, и дьявол преклонился. Аминь. Смерть и смерть прими. Аминь, аминь, да. Аминь, слава Богу. Вы хотели еще что-то прочесть? Нет, ну, я хотел, я хотел, просто у нас разного пришла в другую русло, да, да, я извиняюсь, если... Марка, Марка прочитать, но... А вот Богдан Садовой еще пишет, значит, как вы думаете, когда это будет? Да уже началось сейчас, вопрос времени, я думаю, тут какие-то сроки говорить не надо, но, скажем так, как можно утверждать, что в ближайшее десятилетие уже это произойдет? Ну, опять-таки, это я не утверждаю, но все идет к тому. Да, потому как действительно, вот, лет 50 уже, да, вот, идет такая пропаганда, по сути, она вот, ну, и через Голливуд, и вообще... Через Голливуд, да, все есть. А через СМИ последних 10-20 лет это вообще галтила пропаганда такая идет. Что самое, да, интересное, проводили в Америке исследования, людей, которые верят в инопланетяна, в неземной разум, намного больше тех, которые верят в Бога. То есть, фактически, да. Такая, сейчас уже складываются, так называемые светские, как это называется, такая религия новая. Как-то так она называется, интересно. Не-не-не, да, в принципе, она как Нью Эйдж. Ага. Что-то оно связано. Она отрицает существование Бога как Творца, как тот, который постоянно все контролирует. Ага. А вот создал все, насоздавал там кучу разных миров. А, и живите, как хотите. А тут уже сам, самопроизвольные процессы. Понятно. Да. То есть, и вот. И сам в отпуск. Да, то есть, уже, да. То есть, нужно понимать, что этот заговор, он не сегодня был сделан. Он очень давно идет. Да. И все здесь, начиная, наверное, с школьной скамьи. То есть, пропаганда идет. Школа промывает Москве точно. Да, то есть, относительно того, что там есть какие-то планеты, есть, там, например, еще какая-то похожая. На меры, да. По странам. Если вот говорить, да, мы уже на эту тему начали говорить. То даже вот школьная география. Ага. С скамьи, там, с раннего возраста людей учат чему? Их учат гелиоцентрической системе строения мира. То есть, что такое гелиоцентрическая система строения? Она говорит о том, что Земля, как и другие планеты, она вращается вокруг Солнца. Ага. С какой-то бешеной скоростью вокруг своей оси. Солнце вокруг, там, галактики Млечный Путь. И это все находится в беспрерывном вращении. Этому всему, там, миллиарды лет. Миллиарды расстояний, там, световых. И летим. И мы летим, и неизвестно, куда летим. Летим. Да. К созвездию Лиры. К созвездию Лиры, да. Миллион километров с созвездию Лиры. Да. Летим, да. То есть, получается, куда-то летим, да. Куда-то непонятно, куда летим. Хотя, Библия четко говорит, что Земля, она была создана ранее, чем Солнце. Это первое. И второе, что Солнце, оно вокруг Земли таки вращается. А здесь, получается, избирательная вера. Мы верим в Христа, который воскрес. Это сверхъестественно. Это науке не поддается, да. Мы верим в непорочное зачатие, которое тоже исключает науку. А здесь, получается, мы говорим, ага, значит, мы в Христа верим. А вот здесь Библия неправильно говорит. Бытие, оно говорит неправильно. Мы верим учебникам, значит, по географии, по физике, по астрономии, да. Но если мы верим Библии, то надо верить до конца. А Библия как раз четко и ясно говорит, что Земля, она центр миросоздания, миротворения. И как раз таки вот эти небесные светила, они светят, сделаны специально для Земли, для людей. Это не какие-то там свещали, да. И как раз таки сейчас очень активно продвигается теория в интернете. Даже нобелевские лауреаты ее поддерживают. О том, что мы находимся в таком многодесятилетнем, даже многовековом обмане. То есть, что Земля, она плоская, она стоит неподвижно на столпах, как это написано в Библии. Накрыта она такой вот сферой, которая называется на иврите, по-моему, Ракия. Ракия – твердая сфера, на которой вот эти все находятся созвездия, небесные сферы двигаются, Солнце движется, которое в самом-то деле в диаметре, оно не в миллионы раз больше, чем Солнце, на 90 километров в диаметре. С этой позиции, если тоже мы вспомним Иисуса Навина, когда было сражение, Солнце остановилось. Ну да. Если мы скажем, что как тогда, если использовать вот крылостическое существующее мироздание, Солнце не может остановиться, это получается, Земля должна, значит, остановиться, по инерции эти все воды будут двигаться, как это так произойдет. Это должно неизбежно повлиять на существование. Да, уже сунами надо, на солнце. Да, и на луна, значит, должна отпалиться, если физики верить. Исходя из этого, нужно, надо научить себя, это очень ценный навык, не верить классической вообще науке, все ставить под сомнение. И понимать, что сама вообще классическая наука, современная, она находится в очень таком кризисе глубоком. Современные законы физики, они фундаментально не объяснены до сих пор. А дарвинизм здесь хотя бы, это вообще... То, что мы пользуемся, вот на чем строится вся физика, фундаментальные понятия, масса, материя, пространство, до конца, да не то, что до конца, они вообще не изведаны. Что такое метр, никто не знает. Тут теория относительности говорит, что этот метр, тут он метр, и там, значит, начали его двигать приблизительно скоростью света, он уменьшился. Что такое масса, что такое инерция, никто ничего не знает. Получается, что современная наука, она держится непонятно вообще на что. Начали объяснять существование Вселенной, получается, что классическая ньютоновская механика, она не объясняется. Ввели черную энергию, темную материю. В итоге получается, что только теоретически 4% массы, это видимая материя, а все 96% это что-то невидимое. И получается, люди этому верят, верят в невидимую энергию, верят в невидимую материю, верят в все, что напишешь, они все верят. Даже мы не понимаем, что там написано, мы верим. А в Библию верить не хотят. Своя рода религия, только без Бога. Да, это религия, такая очень тоже хитрая религия. И как раз таки ученые, они являются, да, они такими являются жрецами. Свою роду, да. Да, даже может быть, большинство из них не понимает, что они делают. А возможно, некоторые из них и понимают. Понимают, да, потому что я как ученый, я знаю, что для любого ученого это очень важно, чтобы его научная деятельность, она не была увлечена в том, что она псевдонаучна. Потому что если где-то кто-то увидит, что он какие-то там засмеют, да, засмеют, его назовут фриком, все эти его заслуги просто коту под хвост. Да, все снимают с него. И, соответственно, все, он уже... Короче, если не веришь в теорию Дарвина, и что мы пишем... Да, официальная наука, то есть это да. И не веришь в теорию великого выборка, значит, ты не ученый. Причем, да, двойные стандарты. То есть ученые ходят свечки ставят, ну, на всех, значит, совещаниях, на всех конференциях. Парадигма такая, большой взрыв, все от него произошло, значит, поразлеталась, теория Дарвина. Кто взрывал? Зачем взрывал? Да, кто взрывал, откуда взялось это пространство, откуда это было, никто ничего не знает, да. Да, слава Богу. И это очень серьезная тема, потому что вот понимание того, что мы находимся в центре мироздания, и никакого там такого космоса бесконечного нет, а то, что принципиально меняет, да. Мои мозги трещат просто, слушайте так вот. Даже слушаешь так вот, да, и просто все, чем мы учили с детства, все, чем мы учили в юности, в школах, в институтах, это все получается... Дети, я понимаю, что когда вы выходили на небо, я понимал, что это неправда, что там кто-то живет. Я знал, что Бог это придумал для меня, чтобы я насолоджировался, чтобы я этими зерками вышел и насолоджировался. Это я не чувствовал, так что, слава Богу, и оно заложено было. Нужно сказать, что, интересный тоже момент, организация НАСА. Если посмотреть на ее эмблему, можно увидеть раздваивающийся язык змеи. И если на иврите есть слово «наша», которое переводится «обманывать и лгать». То есть, да, и вот такое обращение к зрителям. Мы не говорим о том, слепо верьте то, что мы говорим, а мы просто говорим «усомнитесь в современном представлении мира и для себя просто проверьте, проведите аналитическую работу». И верьте Слову Божию, чтобы не было двойных стандартов. А тут я верю в школе, учителю, а тут верю в Библию. И в любой момент может произойти так, что вам этот же учитель скажет «дорогой, что ты вообще веришь». Теория Дарвина это отрицает. Вы можете очутиться в такой ситуации, когда мир, фактически наука, это мир, тот, который вокруг нас, такой грешный. Он завладеет рационально, завладеет нашими сознаниями, нашими убеждениями. Поэтому нужно находиться в таком вот… Бодростость. Бодростость. Действительно бодростость. Треживиться, да. Да, дамы и господа, братья и сестры, действительно интересная тема. Я думаю, для этой темы давайте, братья, сделаем отдельный эфир, да, именно посвятим этому, запись, правильно, подготовимся, да. Какие-то факты какие-то назовем, какие-то, может, там даже, это, не знаю, примеры, да. Да, картины принесем, которые вот современное искусство. Да, это было бы тоже очень хорошо было бы, да, с картинами, да. Вот, и, наверное, это было бы очень важно сделать, действительно, потому что, вот, знаете ли, как, допустим, порой мы библейские семинары уже проводим, допустим, о семье и браке, да, хотя, казалось бы, зачем? Вроде бы все так, примерно, больше, меньше знают, как бы, как строить семью, да, значит, там, значит, как бы, наука вроде не хитрая, знаете ли, значит, да, тем более, много книг всяких, там, значит, пожалуйста, по психологии, значит, там, семейных отношений, много там, о, пожалуйста, в любой книжный магазин зайди, там целый стеллаж тебе покажут, пожалуйста. Вот, значит, а почему мы проводим в церквях подобные семинары-то порой? Для чего? Чтобы библейски все переосмыслить, и то, что нам говорили, и то, что нам показывали в семьях наших, какой пример мы видели, образ видели, и то, чему нас учила улица, и дом, и то, чему мы из книг узнавали, допустим, все это нужно пересмотреть через Слово Божье, чтобы зерна отплевел, чисто от нечистого, а отделить. В этом же задача священника самая основная. И священники в Новом Завете, это все верующие, действительно, это не просто отдельная, там, каста, отдельная группа, как было в Верхнем Завете. Если мы сейчас в Рясо, там, с крестами, с поногими, это не значит, что мы священники как каста. Нет, Новозаветное священство совершенно иное вообще. Это все мы священники. И неважно, значит, кто там, епископы, диаконы, прихожанины, неважно. Вот, значит, и переосмысливать. И, наверное, вот даже, допустим, семинары вот о творении, да, значит, Богом этого мира, тоже очень важны семинары. Я с удовольствием как-то... На основе Слово Божье. На основе Слово Божье, да. Я пересматривал, если кто видел, братья, значит, старый уже семинар Кеннет Коупленд и Карл Ба. Значит, мне так он понравился. Я видел разные семинары, но этот очень мне понравился. Знаете ли, он такой очень популярный, простой, именно научный, но популярный. Значит, Кеннет Коупленд там еще молодой, еще совсем, правда. Это старые программы уже. Карл Ба – это в Техасе, по-моему, институт креционизма, сотворения Вселенной. Значит, и там, значит, в лабораторных условиях, он, например, такие примеры приводил, как они воссоздавали одно, другое, как они, ученые, присоединялись к этому уже университету, значит, присоединялись вчерашние эволюционисты, вчерашние, значит, дарвинисты, ученые, ну, и не только на уровне штата, но на уровне и всех США, значит, известные ученые, светило, которые тоже боялись за свое имя, за свою репутацию, что их сочтут маркобесами какими-то. Но они делали это шаг веры, они присоединялись, потому что действительно приходили к такому пониманию, как ученые, чисто как ученые, что действительно Библия права, что действительно Земле, ну, они так высчитывали, просчитывали, вот, ну, больше 10 тысяч лет вообще нельзя давать даже нашей Земле. Вот, а Библия так и говорит нам, вот сейчас шестое тысячелетие только лишь идет, не миллиарды лет, братья и сестры, не миллиарды, не миллионы, вот, даже и не многие тысячелетия, а всего лишь шестое тысячелетие завершается. Вот у нас вот уже третий месяц, если считать от сотворения мира, сейчас по лунному календарю, значит, кислев, значит, 5778 года от создания мира, от сотворения этого мира. Вот так вот. И интересно. Еще удивляет, с какой легкостью ученые оперируют этими миллионами годами. Да, да, миллион годами. Миллион сюда, миллиард, да нет, 10 миллиардов, да нет, давай не 10, 15. Такое ощущение, что там с Будуна решили, давай, давай, пишем миллиард, короче, все, давай, давай. Ну да, с такой легкостью. Ой-ой-ой, на самом деле. Вот, и да, пусть Бог благоставит, давайте сделаем об этом отдельный семинар. Конечно, это очень важная тема, да. Это тема, ну, такой принципиальной важности она имеет, особенно в последнее время, когда мы на пороге великого обмана. Просто, чтобы, да, люди понимали. И вот, значит, вот как раз к теме я возвращаюсь, да, вот, чтобы уже ближе к концу, как бы, этой трансляции. Благодатью я спасен. Знаете, я вот понимаю, что действительно это чудо, божье чудо, божье спасение. И я творение Божье. Я творение Божье, я не продукт эволюции, я не случайность в этой земле. Представляете, какая-то была одноклеточная, потом ця одноклеточная помета, потом лягушки, потом рыбы, потом рыбы полезли на сушу, потом бронозабры, потом обезьяны, а потом я. Не, ну, ну, я не... А в начале 8 миллионов лет дождь лил на камне. Кстати, да, в своё время, когда-то даже, значит, по-моему, даже в МГУ посчитали вероятность возникновения белковой молекулы. Так. И она равняется, по-моему, 10 в минус 130 степени. Эта вероятность равняется, вот если аналогию провести, посадить мартышку, запечатанную машинку, и она два раза подряд наберёт буква в букву, точка в точку, роман «Война и мир» Толстого. То есть, вот что генератор случайных чисел, так скажем, да. Что генератор случайных чисел два раза подряд напишет в роман «Война и мир», это приближительная вероятность того, что возникнет молекула белка. Так что, короче, и еще, вот, слава Богу за таких служителей, как Максим. Слава Богу, да. Что они не боятся, не стесняются, не боятся сказать все. Вы думаете, таких людей не сильно много таких людей. Ведь я думаю, что многие понимают. Среди христиан, потому что люди решили, все, я с Богом на всю жизнь. Я с Богом. Иисус Господь. Аминь. Аминь. Так что, Иисус Господь. Слава Богу, да, слава Богу. И пусть Господь Бог благоставит нас. Вот, и все, кто подключился сейчас, и те, кто подключался, и в записи потом, кто будет смотреть все это. Да. Вот, пусть Бог благоставит во имя Господне. Вот, и по-любому скажу, что даже если жизни нашей, там, год, два, там, десять, сколько бы не прожили на этой земле. Вот. Знаете ли, самое главное, даже не то. Вот, начали мы там тоже с долголетия. Это хорошо, все прекрасно. Но, даже прожив, если да, историю, это 120. Но, если человек духовно не переродится, если не родится свыше, он не увидит Царства Божьего. Он будет жертвой этого обмана. Мы порой, знаете ли, даже если не говорить, там, про религию, там, про веру, даже, порой, даже, вот, люди, мы, живя в миру, да, и то, порой, мы удивляемся, как могут люди, допустим, верить СМИ, так. Вот, как вот раньше, помните, вот, в Союзе говорили, в Советском, да, значит, авторитет был какой газеты? Это же в газете написано. Это считалось, как аксиома. Если в газете написали где-то, это уже считалось аксиомой, это 100% уже истинно вообще. А если еще по телевизору где-то, то это вообще не то, что аксиома, это уже само собой разумеется вообще. Так было, ну, до перестройки, по крайней мере, точно. Потом пришел Горбачев, и люди стали немного сомневаться вообще. А у нас были какие выборы? Я помню, молодой человек, я первый раз участвовал в выборах. Но у меня мозгов хватило засомневаться. А выборы ли это? Хотя это считалось ересь и крамолой, в то время считалось. Представляете, я прихожу на избирательный участок, мои первые в жизни выборы, еще Советский Союз, понятное дело, значит, да, выборы. Там карточка, значит, и там написано, да, один кандидат. Там не было даже двух кандидатов. Моя задача была, как выборщика, прийти, зарегистрироваться, значит, там расписаться, взять эту карточку, отнести ее за ширмочку, да, там закрывалось тоже, значит, и бросить ее туда. Нет, не закрывалось у нас, и бросить ее туда, и все, и выйти. Ну, еще там был буфет по этому поводу, значит, там, значит, всякие там деликатесы, какие-то там котлетки, какие-то колбаски какая-то там была полукопченая, как бы, это, ну, радость такая советская. Вот, значит, там, и, значит, и, но у меня было интересно, у меня, я выходил оттуда, с этого участка, я помню, мои, как бы, вот такие юношеские переживания, вот, знаете, вот, ну, чувство такое какое-то, вот, я сейчас понимаю, знаете, вот, есть чувство, которое я сейчас лучше понимаю, уже будучи вот повзрослее, да, я сейчас лучше понимаю, что, вот, как будто тебя изнасиловали. Вот, да, вот, я тогда выходил, допустим, что надурили, но где, я не понимаю, где от меня, вот, меня обманули, вот, но, кинули, да, но где, вот, я вот не понимаю еще до конца, но, но, но у меня мозгов хватило тогда у молодого человека, вот, что мне как-то было не по себе, что один только, вот, слово выборы подразумевает хотя бы двух, хотя бы, ну, из чего я буду выбирать, но там был только лишь один, генеральный секретарь, значит, как бы, там только лишь одно имя было, все, поэтому, выборы были у нас почти стопроцентные, 99 из чем-то там процентов, это ничтожный процент, это, видимо, какие-то неявившиеся там или там, или затерявшиеся где-то там, не знаю, даже в тайге, вот, как лыковые там какие-то, таежный пересвет, значит, но, знаете ли, прошли годы, и сейчас понимаю, что люди действительно готовы верить всякой лжи, если человек не просвещен Словом Божьим, да, истиной, то он действительно жертва огромного обмана, и ложь бывает большой, бывает малый, но вот то, что сегодня услышали, я думаю, да, это мега ложь, я думаю, даже здесь и, значит, знаете ли, вот, лжецы всех прежних там поколений просто нервно курят в сторонке вообще, знаете ли, я думаю, что здесь действительно конкретно действие дьявола, притом настолько наглое, что это просто ему непостижимо. Есть разные теории заговоров, значит, знаете ли, порой я сам тоже натыкаюсь где-то там, читаю, допустим, значит, ну, и так внутри ухмаляюсь, думаю, ну, люди всякую ерунду пишут, и занимаются всякими глупостями, значит, знаете ли, но дело в том, что, почему я так говорю в себе, по крайней мере, потому что действительно люди ищут крайнего, вот евреи виноваты, вот жидомасоны виноваты, вот эти виноваты, те виноваты, вот, значит, там эти вот такие виноваты, там, значит, там такие. Людям невдомек, что на самом-то деле есть заговор-то, но не там ищите, господа, настоящий-то заговорщик дьявол, даже если какие-то отдельные там товарищи, там, отдельные люди, отдельные группы, там, думают, что ему служат, я однажды разговаривал с таким человеком, даже несколько раз в жизни, но один раз конкретно разговаривал с человеком, который признавался в открытое, я ему служу, я служу дьяволу, значит, значит, и взрослый человек, старше меня, он, знаете ли, ну, я привык к старшему уважительно относиться, знаете ли, а здесь он, и вроде как, ну, знаете ли, прилично одет, прилично, ну, видно, воспитанный человек, но он убежден, что он служит дьяволу непосредственно, сатанист, но такой, не те, которые одеваются так странно, вот, и там кошек распинают на кладбищах, а вот такой цивилизованный, такой, ну, как бы, прилично одетый, значит, и видно, что он, ну, как бы, он без всяких татуировок, там, всяких, там, одежда обычная совершенно, но я понимаю, что он сказал правду тогда, потому что он действительно, ну, это сам дух этот уже его такой был нечистый, хотя внешне он был чистый, но внутри было понятно, что очень все нечисто, и я сказал ему тогда, этому человеку, я говорю, мне, я не помню даже всех слов, но я сказал ему, что мне очень жалко вас, я сказал, что вот тот, значит, та личность, на которой вы работаете, которую вы служите и думаете, что он ваш бог, да, он вас и ненавидит, и я сказал так, что я потом даже сам удивлялся, вот, я сейчас не помню всех этих слов, как я сказал ему, но я сказал, знаете, вот, от избытка сердца, я ему все это высказал, мы расстались, но я потом анализировал, я стал понимать, что его что-то проняло, видимо, человек этот что-то подозревал, вы посеяли, посеял слово, во-первых, да, а во-вторых, видимо, он где-то ночак умный, и он понимал, что вот его бог, да, где-то как-то что-то недоговаривает, знаете ли, и у него, видимо, что-то ёкнуло, что вот сейчас что-то как раз вот недостающее, как бы он услышал, вот, эту информацию, и потом я уже, я ушел на как раз на жидовокзал, значит, мы расстались, и уже на вокзале, ожидая поезд, я просто помолился и говорю, Господь, дай этому человеку, Боже, вразумление, дай ему спасение, действительно, и другим несчастным, запутавшимся людям, знаете ли, вот, потому как вор приходят лишь для того, чтобы украсть, убить и погубить, дьявол, он человек-убийца, знаете, дьявол, это плохо, сатана, это смерть, это разрушение, ад, а Господь, истинный Бог, истинный Бог, Он небеса сотворил, землю создал, нас создал на этой земле, и Он любит нас, и Он доказал свою любовь к нам до нашей эры, да, до Нового Завета, написания Нового Завета, по крайней мере, да, человеческий род, человеческий, имел какое-то, ну, будем так говорить, ну, не оправдание, но какую-то долю оправдания, значит, сомневаться в любви Бога, знаете ли, мог сомневаться человек, имел какое-то моральное право какое-то определенное, вот, я имею в виду, ну, не евреев в частности, потому что в Израиле Бог изливал особую на такую благодать и давал, что там уже засомневаться было невозможно, там было слово четкое, стора была, закон был дан через Моисея, который свидетельствовал о Божьей благости, Божьей милости, Божьей любви, Божьей заботе о человеческом роде, вот, в других народах, порой, кто в лес, кто под рова, но, две тысячи лет тому назад, всякое-то сомнение, оно просто-напросто, ну, закончилось, Бог однажды и навсегда доказал свою любовь к нам, что отдал свою жизнь за нас, отдал Сына Своего Ненародного за нас, кровушку свою пролил за нас, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, и вот это есть доказательство Божьей и Святой любви, то, что Христос пролил за нас Свою драгоценную кровь, это доказательство любви Бога к человеческому роду, к каждому из нас, каждому из нас, слава Богу, и пусть Господь благословит вас, вот, вместе с братьями молюсь за вас сегодня, и благоставляю вас, и во имя Христа Господа нашего, Спасителя нашего, благослови Отец наш, Бог наш, Царь наш, благослови народ своим миром, благослови Господь всех, кто присоединялся вот в эфире, и те, кто будет смотреть потом в записи, все это, Боже всемогущий, пусть прославится имя Твое святое, пусть Господь не верит лжи, души людские, но пусть верит истине, верит Слову Твоему, верит действительно Твоей любви, не доверяют никогда врагу, противнику, а сатане, не доверяют смерти, не доверяют болезни, не доверяют нищете, не доверяют этим проблемам и проклятиям, а доверяют Твоим благословениям, доверяют Тебе, Господь, потому что от Тебя всякое даяние благое и дар совершенно свыше сходят от Отца Света. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Аминь. Мир всем вам, благословляю всех вас, братья и сёстры, у нас суббота вечер, уже воскресенье началось. Воскресенье, наверное, шаббат шалом. Шаббат шалом, воистину шалом, да. Воистину шалом. Но уже, шаббат уже всё завершился. Теперь воскресенье. Первый день творения, с одной стороны, с другой стороны, мы говорим, что Христос воистину воскрес. Воскрес. Вот, и завтра у нас утром служение, кто в Киеве, отзовитесь. Если вы не знаете, куда прийти на служение, то знаете, вот одно из предложений. Приходите к нам в 9 утра, станция метро Кловска, улица Леонида Первомайского, 6. Наш вот благочинный священник, протерей Алексей, как раз и ведёт служение. Завтра я тоже, так получается, тоже буду. Вот, значит, и... Значит, вы ведете. Не, ну да. Мне не достатково я, то, что я приготовлюсь. Обязательно, обязательно. Как эти духовные дары, они нам належат юридично, как их взять практично. Да, да, аминь, 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 и как написано в Слове Божьем. Да, аминь, и Максима попрошу тоже подготовиться, тоже сделаем обязательно такой эфир, потому что, думаю, даже, ну, это будет важно. И для меня самого это важно тоже, значит, я думаю, вообще, для многих христиан это услышать такое. И даже для нехристиан, это повод задуматься очень серьёзно такое вообще. Слава Богу. Для нехристиан, слава Богу. Вот так вот, дамы и господа, братья и сёстры, благоставляю всех вас во имя Господне. Вот, что ещё? Ну, всё, наверное, с миром Божьим, по шатрам. До новых встреч, да. До новых встреч, да. И на земле до встречи, и на небесах, и в прямых этих вот эфирах. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Да, завтра в 17.00 тоже по киевскому времени я подключаюсь, то есть пятница, суббота, воскресенье подключаюсь. Значит, ну и посреди недели тоже стараюсь, пока здесь я вот стараюсь каждый день вообще выходить. Служение первого мальского шесть, четвертый повар. А, четвертый повар, да. Да, кабинет директора, да. Да, вот так вот, ни много ни мало. Да, слава Богу. Пусть Бог благословит. Аллилуйя. Так, завершить, да. Завершаем. Вот так вот. Эту кинокамеру. Да, 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 да. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.